Кажется, это писал еще Плутарх, как он сам обладал латинским языком, что он читал знакомые ему вещи на латинском языке, и он обладал латинским языком, где-то он признается в этом. В этом смысле, я думаю, что мы просто имеем блестящую возможность, данную нам, для изучения новых языков, тем, что мы прекрасно знаем священное писание. Мы должны прекрасно знать, если мы сюда поступаем. То есть, если мы хорошо знаем Новый Завет, если мы читаем каждый день его, там по гласке по две, если мы хорошо знаем Псалтыр, читая по кописьмам каждый день, это настолько у нас уже сидит, что открывая его на других языках, во многом нам помогает не бояться нового языка. Мы видим там знакомые вещи, узнаем, и потом, привыкая, можно навыкнуть. Но, к сожалению, у меня, если есть совет, поступающий в семинарию, так это, скорее, другого плана, чтобы все-таки поступающий в семинарию, хотя бы до семинария, начали читать священное писание. А правда, что вы оглашались перед крещением по системе отца Георгия Почеткова? Ну а как вот такой специалист-технарий оказался в семинарии? Что сподвигло? Привел в великодушную церковь из числа обманщиков в искренне заблуддающихся. Опять деньги просят? Попы, да. А что-то для себя читаете из древних отцов? Отцов я читаю в оригинале, да. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях преподаватель древних языков, переводчик святых отцов и представитель ученого монашества, иеромонах Федор Юлаев. Очень приветствую. Добрый день, Тесна Анатольевна. Есть достижения у сегодняшнего ученого монашества именно в научной сфере? Что за эти годы, может быть, последние десятилетия, когда уже возрождение наблюдается, церкви достигнуто? Я бы сходу не нашел таких ярких вещей. На самом деле это общая проблема вообще нашего образования. Где-то стоит задача создания неких настоящих научных направлений, да, настоящих, потому что, ну вот, просто я помню, как такие слова известные, скажем, Владимира Соловьева на кончину Болотова. Болотов, конечно, не был монахом существующим, но он был человек, который всю свою жизнь положил на, то есть, говорится, алтарь науки. Ну, я сравнил, скажем, науку западную, ну, скажем, тоже есть церковно-историческую, богословскую, и науку российскую. У него такой образ появился, естественно, на Западе это некий такой слаженный механизм, где, значит, каждый знает свое место и занимается, как бы, известным, так сказать, направлением в общей работе, да, то науку восточную, ну, скажем, нашу русскую богословскую науку, он сравнил с такими такими одинокими фонтанами, которые бьют посреди пустыни, да. В общем-то, ну, в этом смысле ситуация, ну, мне кажется, пока до сих пор кардинально не меняется. Похожая. В общем-то, это все, так сказать, попытки как-то создать, то есть, она как бы некая такой вот именно слаженной общей научной работы пока не складывается. Есть отдельные люди, есть отдельные люди, которые даже у себя забирают некоторых единомышленников, так сказать, ну, людей, которые готовы участвовать в никаких общих проектах, да, но так, чтобы это именно был такой общий механизм, где бы люди знали, чем они занимаются, занимались бы этим, да, и причем, а уж тем более, что все это, что все это как-то было включено, ну, в мировую, там, богословскую науку, это, конечно, пока, я думаю, нет, да. А как сочетается вот монашеский образ жизни и наука, может быть, даже из личного опыта? Нет, ну, я понравилась опять-таки слова от того же отца Дионисия, да, когда он говорил, что какое правильное отношение, скажем, к ученым трудам, ну, такое же, как в любом монастыре к своему послушанию, да, даже касается преподавания, касается ученых трудов, то есть, когда, ну, скажем, у любого такого классического монаха, о котором мы читаем по дареках, у него есть время молитвы, есть время для рукоделия, который делит, чтобы, ну, уже, ну, поскольку постоянно молитвы пребывать не может, да, уже некое вдохновение, но берется для рукоделия, да, молитвенное, так сказать, напряжение, ну, скажем, снирается, да, ну, человек занимается каким-то, с кем делом. У нас, конечно, наше рукоделие вот это, вот это, те самые ученые труды. Ну, как мы с отца, тебе понравилось, ну, да, как-то я пробую себе именно это прилагать, когда своими делами занимаешься. У вас какие направления рукоделия сейчас? Нет, ну, как-то так получилось, что я занялся, ну, еще с подачи покоя на Россию Ивановича Сидорова, да, как-то занялся творением Кирилла Александрийского, великого отца церкви, да, ну, даже, может быть, немножко, не то что случайно, а как, ну, в общем, еще будучи в семинарию, мне предложил всякую курсовую работу по антинистерянским, христологиям, антинистерянское сочинение Кирилла Александрийского. Ну, получается, как так, что именно, собственно, этим я пока до сих пор и занимаюсь. То есть там, в основном, ну, это ряд переводов выходил, да, ну, некоторые статьи, и потом, поскольку Кирилл Александрийский автор такой, который считается святым не только в православной церкви, но и в тех церквях, которые отпали от церкви после Калавиатского собора, то есть монофизические церкви, да, тут как бы хочешь-не хочешь, как бы возникает тема еще и вот сравнительного богословия, да, вот изучение этих богословий этих церквей, но тем более, что сейчас это как-то подстегивается некими такими, ну, с явлением, которые сейчас в церкви происходят, а именно сейчас вот в общу возникает диалоги с Копской церковью, да, вот, ну, это с ладокорректором ездили в кранах этих, так сказать, оживших связей в Египет, с ладокорректором ездили в Египет, такая была интересная поездка. Там, ну, конечно, разумеется, такое сильное впечатление от самих этих монашеских общин, монашеских, просто христианских, Копская, вообще, христианская жизнь, она очень такая своеобразная, интересная, видно, что, как бы, какая-то богатая традиция и прочее, да, но вот этот, разумеется, остается неразрешенным, и, мне кажется, все-таки отлично, мне кажется, неразрешимый вопрос о наших дагматических разногласиях, да, потому что они уходят в глубину, да, для нас, ну, как бы, частью нашего предания, безусловно, является осуждение в вождении монофизитства, да, а для них с толпами монофизита являются, как раз, те самые осужденные нами эритики, то есть Диаскор, Севир, ну, когда мы были там в семинаре, это было интересно, там стоим, там, ну, там, как раз три иконы, да, Афанасий, Кирилл и Диаскор, 25-й, патриарх Копский по, ну, египетский по икопскому счету, да, вот, ну, как бы, и, поскольку, ну, вот, занимаясь христиологией, разумеется, как бы, ну, так сказать, ко мне, как, ну, как человек, который этим занимался, обратились с просьбой как-то в этом поучаствовать, да, вот, в этом диалоге, как именно в богословской части, и, ну, благодаря этому появились там, где публикации, где, вот, я дал свою оценку известных шамбезийских соглашений 1990-го года, где были очень, ну, где было практически заявлено о предполагаемом снятии анафем, где было заявлено о том, что наша богословская позиция полностью совпадает, и все наше различие только между, ну, какие-то терминологические недоразумениями, да, ну, вот, я написал бумагу, где я, кстати, не согласился, и, ну, это составил просто публикацию, даже две публикации в богословском вестнике, вот. Вот, интересно, мы с отцом Денисием говорили, и он отметил, что, ну, есть определенный набор языков древних и новых, который обязателен для знания, который обязателен для церковного ученого. Разумеется, если мы занимаемся богословием, ну, про патристию говорить даже не приходится, про сонительное богословие, про историю догматов там тоже говорить не приходится, разумеется, но древнеязыки, чтобы мы свободно, самостоятельно могли изучать источники. Ну, сина, кванон — это греческий, латинский, это просто даже говорить не приходится, ну, а то меня как-то удивил один нашу гостник, который прибьет патрологию древней церкви, да, не буду представлен, вот. Я сказал, ты знаешь греческий и латинский, но пока еще нет, ну, это немножко странно, да, то есть как можно изучать, ну, разумеется, такое могло быть, скажем, старая академика, когда просто не было такой возможности, когда, скажем, знающие языки древние, это были просто наперечеты, да, и не было, может, так поставлено преподавание, но сейчас, как бы, мне кажется, проблем никакой, и сейчас даже в нашей семинаре, в академии есть все возможности их выучивать. Вот, ну, разумеется, желательно при этом все-таки изучать и языки восточные, ну, вот, я, как бы, занимаясь с Юним Кириллом, все-таки помню, что один из главных языков — это сирийский, помимо греческого и греческого-латинского, да, потому что очень много периодов, есть очень важные творения, которые именно в сирийском сохранились, их нет в греческом оригинале, да, то есть, ну, разумеется, освоены греческий и латинский, но сирийский, как бы, он, что-то, позволяет уже как-то работать, хотя, конечно, это не все, желательно было еще, как минимум, армянский и копский, да, что бы, и очень-очень хорошо бы арабский, но я, разумеется, так далеко не смотрю, потому что лет мне уже не так довольно много, да, и, так сказать, трудно сказать, что там какое-то получится, хотя, хотя, конечно, честно скажу, что многие наши студенты жалуются, что вот мы там уже пожилые, выучить язык не можем, да, но я начал греческий учить 34 года. 34? 34 года, да, и не скажу, что я какой-то такой талантливый человек, все верится трудами. А до этого вообще с филологией не связано? Нет, нет. Слава Богу, да, когда я еще учился во втором классе семинарии, еще, ну, состоялся как раз последний факультатив Юрия Анатольевича Шичалина. Я пошел на этот факультатив, на это первое занятие, ну, просто, скорее даже, любопытно, ну, а вдруг что-то там такое? Вот, после часа этого, как бы, такого ознакомительного занятия, я вышел с твердым вернем, что я буду учить греческий язык, я его буду знать. Настолько, да, настолько, вот, воодушевляюще говорил Юрий Анатольевич, насколько он, как бы, убеждал в том, что это вполне достижимо, и это вот, все зависит только от, только от самого себя человека, как он себя поставит. И действительно, реально, вот, получилось, что за год преподавания прошли вот с ним базовый курс греческого языка. То есть, как бы, тот курс, который у нас сейчас, собственно, и живет в основе, этот учебник Вольфа, ну, те, кто у нас в семинаре учится, знают, эти три книжечки желтенькие, да, к которым мы, вообще, занимаемся, да. Вот первую половину мы прошли, собственно, с Юрием Анатольевичем за два семестра, а вторую половину задал на лето, в качестве домашнего задания. Вот, ну, только, кажется, сделать домашнее задание только я и отец Валерий Духанин. Все остальные как-то так, это, видимо, решили, что это шутка. Вот, ну, получилось, соответственно, были результаты у меня и у отца Валерия. Он тоже преподавал патологию, это какое-то время, вот, то есть, языком владеет достаточно хорошо. А древние языки в вашем арсенале? Латинский, древнегреческий? И древнееврейский. Древнееврейский. Благодаря учебе на еврейском отделении. Ну, с другой стороны, еврейский язык, как бы, почему меня еще интересовало, что якобы к тому, все, все, лелея мысль начать учесть еврейский язык, да. Ну, конечно, языки родственные, и, разумеется, изучение сирийского языка на фоне еврейского оказалось достаточно, ну, значительно проще. Ну, вот здесь прозвучало, что язык оригинала Священного Писания это еврейский, греческий. Все-таки, чтобы понять Священный Текст, именно необходимо знание этих языков. Без этих знаний невозможно погрузиться в углубление. Нет, ну, разумеется, есть, так сказать, многовековая уже традиция перевода, понимания, толкования, где, так сказать, ну, не знаю, там, каждый стих библейский, который давно, кстати, нашел, так сказать, все возможные толкования и объяснения, но все равно человек, который читает самостоятельно, является профессиональным библиистом, он не может не читать в оригинале, понимать, где там проблема, что там может быть, где может возникать какая-то неоднозначность, а потом, поскольку у нас все-таки нет такого учения о каком-то одном языке священном, о той Библии, на которой мы ориентируемся все равно безоглядно, да, то мы, безусловно, изучение той же священной писания Ветхого Завета предполагает название двух языков, как минимум, то есть два главных источника, с точки зрения православного предания, как минимум равнозначных, то есть текст массорецкий, еврейский, текст греческий, септагин, то, можно сказать, даже более того, для святойческой традиции септагин даже более предпочтительная, поскольку именно она была священном писанием для тех отцов, которые ее, собственно, толковали, да, еврейские, ну, как правило, древние отцы греческие знали, ну, не очень хорошо, были отдельные отцы, которые занимались специально им, ну, Ориген, блаженный Ироним, да, и, видимо, и в Севии кесарийские, и Пифаний кипрский, да, Соломинский, ну, остальные, скорее всего, ориентируясь на уже какие-то объяснения там еврейских имен этих отцов и все разночтения между, скажем, греческим и еврейским, толковали использование греческого языка. Ну, как бы, у нас все-таки есть достаточно хороший труд, мне кажется, до сих пор, который вполне можно читать, чтобы понять некое отношение к этому, к тексту септагин-то, ну, если, соответственно, очень связанно с ним в славянском переводе, а все-таки, естественно, рассуждение свидетеля Филарета Московского. Там просто какая мы справились, указана безусловную значимость именно греческого текста септагинты и, соответственно, славянского периода, он, тем не менее, совершенно здраво указан на то, что без знания еврейского языка все-таки говорить о полном ладении не приходится и приводит массу, ну, интересные места, где все-таки видно, что еврейский текст предпочтительнее, чем греческий. Ну, разумеется, такая мысль, скорее, ну, у кого-то может вызвать, некое такое напряжение. Ну, тем не менее, это всегда так. Он приводит места, где, как ни странно, более прозрачно выражены мессианские места в Библии еврейской, да. Потом надо понимать, что греческий перевод, септагинтовский перевод определенного времени с определенными философскими воззрениями переводчиков. Часто там очень, ну, затушевываются антропоморфизмы библейские, которые, в общем-то, ярко звучат в еврейском оригинале. Ну, скажем, это известное место, да, что, если сказано, что Господь после, ну, перед тем, как навести потоп, раскаялся в том, что строил человека, да, да. А вот, ну, греческий язык как-то не решается такое сказать, поскольку это, известно, какая-то хула на Бога, которому раскаивается, да, там все передано к этому так более гладко, да. Ну, или даже вот, когда прямо говорили, ну, вот, известная беседия жены Иова с Иовом, да, когда она говорит, «Проклини Бога и умри», да, ну, вот сказать просто «проклини Бога», это оказалось, перед-таки, немыслимым евреям. Вот в той эпохе она сказала «скажи слово и умри», да, да. Ну, такие-таки вещи, ну, они, в принципе, вещи известны, они, в общем, давно уже отмечены, да. В этом смысле, конечно, знание Священного Писания предполагает знание, ну, по возможности многих библиотических языков, да, в том числе и древних переводов, тоже вульгаты, того же, тоже пишиты, ну, корпуса сирийских переводов, да. Как сегодня устроено преподавание и изучение древних языков у нас в Академии? Ну, что касается Академии, там есть возможности по-настоящему хорошо выучить языки на двух отделениях. Ну, языки, я имею в виду, греческий и еврейский, да. Это первое, это то, что называлось раньше отделение греческо-христианской литературы, оно входило до недавнего времени в кафедру филологии, сейчас, как бы, оно относится уже к кафедру поисловию, называется, до недавнего времени называлось отделение патрологии и средневеково-христианской литературы. Недавно я увидел еще одно, его другое название, сейчас вот я уже даже просто не вспомню, да, кажется, патрология и языки христианской древности, вот, кажется, сейчас оно называется, да, то есть, где все-таки подчеркивается, что там делается акцент на изучение языков в том числе. И в отдельной библиистики там есть папидорический курс, где есть возможность именно интенсивно, не отвлекаясь на другие предметы, изучить требуемые языки. То есть на отделении патрологии, это, соответственно, греческий и латинский, как базовые языки для патристики. И на отделении библиистики это греческий и еврейский. Там достаточно много часов, и все нацелено на то, чтобы дать в первую очередь студенту возможность выучить овладеть этими базовыми языками. Ну и потом, разумеется, после базового курса это все имеет свою поддержку, потому что в том же отделении, я буду его по старому названию называть, греческий и латинский литературы, там все-таки все это поддерживается, поскольку там с первого курса и уже магистратуры, и на втором курсе магистратуры продолжаются серьезные курсы, где вот эти знания полученные базового языка, они как раз поддерживаются в разного рода практических занятиях. Это, разумеется, очень важный курс Юрия Анатольевича Чалина, который, к сожалению, приезжать не может, но он ведет эти курсы по скайпу, где он все-таки доучивает грамматику со студентами, то, что они доучились, и читает классиков, ну и некоторых святых отцов, то есть как бы давая такой настоящий, серьезный анализ этих текстов, это приучая студентов именно к осмысленному, основательному, доскональному разбору читаемого текста, да. Ну и кроме этого еще и факультативы, не факультативы, вернее, практические курсы, также уже почти не собственно святых отцов. Это и на первом курсе там, кажется, до 4 века, а на втором курсе, вот я веду этот курс с 5 по 15 век, то какие-то, ну и выбираем какие-то авторы, которые читаем их с разбором. А что вы преподаете, какие дисциплины? Ну, на бакалавриате преподаю латинский язык, в магистратуре вот греческий язык, отделение греческой и христианской литературы, и там же, ну еще три таких спецкурса, то есть вот чтение визитических отцов 5-го и 15-го веков, курс полугодовой греческой полиографии, и, значит, тоже такой спецкурс, богословский филологический анализ деяний вселенских соборов. Ну и речь идет о том, что мы, в общем, знакомимся вот со стандартным изданием деяний вселенских соборов, ну, начатым знаменитым Эдуардом Фварцем, да, то есть знакомимся с составом этих соборов, с проблемами, ну, скажем так, с текстологией этих деяний, да, и читаем какие-то избранные места, ну, уже с анализом. Ну, преимущественно, конечно, как, поскольку я занимаюсь Кириллом Альцарическим, выбираем какие-то его сочинения и анализируем. А что посоветовали бы в отношении языков поступающим в семинарию, вот абитуриенту? Ну, насчет языков я не знаю. Если они учили, то это, ну, хорошо. А если они сюда поступили, здесь даются возможности нам их учить, пускай учат. У меня вот, если есть совет поступающим в семинарию, так это, скорее, другого плана, чтобы все-таки поступающий в семинарию, хотя бы до семинария, начать читать священное писание, да. Вот я два года принимаю участие, ну, два года подряд принимал участие в поступительных экзаменах. У нас там три вопроса, один по литургике, другой по основам веры, третий по писанию, я как раз принимаю писание, да. И я удивляюсь, насколько мало поступающих к нам студентов просто хотя бы когда-нибудь читал описание. Обычно, как бы, ну, как же, это были известные вещи, но я пока до этого не дошел. Детскую Библию читал. Ну, да, вот, скорее всего, я не знаю писание, по-преким пересказам, это, ну, для меня это не наскудительно, потому что я как бы как-то еще, когда, ну, обратился вообще в веру достаточно поздно, лет, ну, после того, я крестился, мне было за 30, да, и как-то прочел какой-то там, ну, брошюрки для начинающих, что христиане читают каждый день по главе Евангелия, по главе апостола и по копирую писалтырия. Я думал, что все читают. Это правило, да. Что все читают. Я то, что так, было удивительно, что, оказывается, не все читают. Когда я поступил в семинарию, я скажу, что, когда мы еще учились, на первом курсе, у нас было очень много людей, которые всегда это правило вполне себе исполняли. А вот сейчас, занимаясь даже студентами, семинария, я смотрю, что мало кто читает специальное описание в таком режиме. Некоторые до сих пор, даже будучи семинаристами, второй, третий год, они до сих пор не начали читать специальное описание. Это, кажется, очень странно, да. Ну, все-таки, молодой корректор, как всегда, когда призывался совершенно справедливым, потому что, как можно быть крестьянином, богословом, при этом совершенно не знать главного источника богословия. Отче, вы приняли самостоятельное, уже взвешенное, взрослое решение принять крещение? Ну, в общем, да. Ну, вот как бы... После 30 лет? После 30 лет, да. Ну, тут... А как пришли к Вере? Меня как-то вот с очень ранних лет, как-то вот, время от времени занимал мысль о смерти, да. Я даже помню, у меня первое детское воспоминание, когда я вдруг, ну, лет 5, наверное, было, я вдруг разревелся. Мама подходит, а что ты платишь? Я говорю, ну, я же умру когда-нибудь, да. Но мама, она такая нашла мудрый ответ, слушай, тебе сколько лет сейчас лет? Ну, 5. А ты еще там живешь, как минимум, до 80. А у тебя была уже долгая жизнь. Ну, когда это еще будет? Меня успокоило, да. Тем не менее, когда все-таки у меня как-то все это, видимо, где-то так оставалась такая мысль. И второе еще, тоже такое интересное воспоминание, тоже как бы, ну, то есть, когда вообще говорят, пришел к вере, я не очень понимаю. К вере человек, ну, по крайней мере, насколько я это понимаю, ну, и совершенно переход от атеизма к вере, я все-таки понимаю, что к вере человек не приходит, его Господь приводит, так вот берет, а так вот и вызывает. Что-то с ним такое производит. Ну, по крайней мере, тоже было такое событие. В 13 лет мы с мамой ездили в ее родной город Ирбит, а там, это был 1080 год, то есть, где церкви в городах были наперечет, да, ну, и как-то мама меня позвала, как раз велен день, сходить в церковь. Я, ну, это что-то, ну, как-то мне вообще не хотелось, то ли вставать не хотелось рано, то ли что, я стал как бы так это, довольно так это грубо отбрыкиваться, да, что не пойду, ну, что такое, что церковь какая-то, я, как бы, вообще пенсионер, в Бога не верю, ну, что-то наша история, культура, нет, нет, наша история культуры, это там крейсер Аврора и Ленин, не пойду никуда. Дима, когда, в общем, меня все-таки меня повела в эту церковь, и, значит, подошли к этой церкви, и что-то, меня немножко оставил на минуточку около этого паперти, я пошла сама, куда там, что-то такое делать, не знаю, подошла какая-то бабушка такая, обычно церковная, ой, мальчик, в церковь пришел, а я был еще такой, такой злой, говорит на меня, что, что, что-то говорить такое, что когда огрызаться, Бога вашего нет, ой, 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 сказал бабушка, ты мне как-то огорчилась, и отошла, да, и вот, приносила моя мама, мы пошли в храм, и вот я, помню, значит, у меня, как бы, такое первое впечатление, я сейчас вспоминаю, скорее всего, это был момент, после «Отче наш», когда вот там, у меня, как сейчас, тогда у нас, до сих пор у нас, какое-то время, ходят такие с подносами, собирают мел, пожертвованы, вот я тоже захожу, у меня первая такая мысль, такая неприязненная, что эти там, какие-то шли мужчины в этих русских косоворотках, с этими подносами, опять деньги просят, вот они, вот эти эти попы, да, а потом, а потом, ну, я сам, сейчас уже так, не очень, так, скорее всего, вспоминаю своим собственным пересказом, да, но мама говорит, что ты, зашел вот так вот, и, говорит, рот открыл, и стоял вот так вот, потому что меня вдруг очень захватило пение, просто так вот, я не знаю, что это было, почему так, мне казалось, что совершенно такое необыкновенное, такого никогда не слышал, и, как бы, не видел, и вот, скорее всего, даже, я думаю, что это было не то пение, которое там реально звучало, а что-то еще, кроме этого, явно действовало, потому что, ну, пение какое-то такое было, оно очень, такое, воодушевляющее, все понарастающее, понарастающее, как-то так, просто все такое, куда-то там уносило, и на фоне этого пения, вдруг, значит, развердают царские врата, и, видимо, там, как раз выносят, чайча, что-то причастие, просто, еще больше потрясло, вот это открытие царских врат, там луч света, который там присоял, батюш, густым басом, что-то такое произносит, в общем, я был просто очень потрясен, да, но верующий не стал, конечно, да, но, скажем так, у меня немножко сменилось отношение к церкви, если до этого я, честно, как любой пионер, знал, что попы это обманщики, там, только о них думают, тут все-таки думал, что перевел, так, великодушно церковь из числа обманщиков в искренне заблудающихся, так с этим лежал, ну, потому что все-таки, да, и даже помню, когда так уже в институте учился, там были всякие, там, какие-то свои, там, окорчения и все, что угодно, и даже со своими друзьями Балат так делился, что вот, абсолютно счастливые люди верующие, да, потому что они-то все-таки вот живут и верят в то, что после смерти у них что-то будет, а мы-то не верим, нам будет просто плохо, как плохо, что это неправда, что жизнь будет после смерти, да, потому что я совершенно, не могу себе представить, чтобы как-то вот, вот умер и все, даже не мог себе подумать, бессмысленно, да, что какая там душа, ну все, вот умер, какая там душа, душа может без тела жить, в стеки, да, мне только так, как-то меня тут сидел таким твердым убеждением, и у вас, значит, я сейчас, как раз перехожу к моменту моего уверования, да, это было на моей работе, ну, работаем тогда, это была перестройка, значит, наше предприятие на фоне перестройки, оно вот так, работало уже так, постольку, поскольку, и там много времени тратить, просто сидели, занимались кто-чем. Я засылал какую-то огромную газету, выходили в это время, начали были свои такие дайджесты, где собирались всякие сплетни, и развернул последнюю страницу дайджеста, а там была выдержка из книги Моуди про посмертные опыты. Это популярное чтение. Я читал, 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 дочитал, и вдруг у меня как будто пелена с глаз пала, а почему я решил, что душа не может жить без тела. И в этот момент, когда я просто так же состоялся, что да, разумеется, душа может быть без него, и как-то у меня такая сраза, и вот так... Все просто. В тот момент, как бы у меня раз так, значит и Бог есть, и все остальное. Но я сразу креститься не побежал, еще несколько лет пребывал в таком состоянии, но там тоже были события, которые все-таки постепенно подвигнули к этому. А правда, что вы оглашались перед крещением по системе Са-Георгия? Да, вот это именно так, да. То есть тоже тогда, как бы... Тогда я общался с одной компанией студенческой, да, и мы были, как-то познакомились с одним человеком. Он сейчас, кстати говоря, не знаю, по крайней мере, несколько лет назад он был точно пастором одной протестантской общины у нас в Екатеринбурге, да, не будешь его имени называть, да, а в то время он был таким неформалом, таким вот с бородой, с паттлами, да, так, ну, скид, таки... торговал как-то там пластинками, да, как-то вот такой, ну, человек такой... И вот, и как-то мы с ним так-то уже разговорились, он говорит, а у меня как-то было такое же, ну, желание как-то все-таки выходить из того тубика, в котором я нахожусь, как-то, ну, чисто вот по Мирозенчику, как-то, ну, у меня все как-то исчерпалось, да, вот, ну, вот, пойдем, говорит, там вот при храме проводятся беседы с некими некоторыми молодыми людьми, да, вот, просто, действительно, это было, на самом деле, очень удобно. Ну, я даже сейчас скажу, что, конечно, там отцу Георгию, ну, как бы, я сам к нему не очень так расположен, да, за его модернизм, за его там всякие опыты и прочее, да, но все-таки нельзя не отдать должное, что система, скажем так, оглашения, она, как бы, она предпредельно продумана вот с точки зрения именно человека с улицы. Не подготовлено. Да, вот, как бы, вот я, скажем, да, у меня есть желание идти в храм, айот в храм, а где, собственно, там... Связь. Как там, в храм приходишь, там, что-то совершенно непонятно, незнакомая, да, вот, там, как-то ты не знаешь, куда-то там приткнуться, да, а тут именно, как это происходило, это были беседы раз в неделю, совершенно необязательные, можешь прийти, можешь не прийти, там, значит, предлагалось, единственное, начать читать Священное Писание, там, Нового Завета, да, прежде всего, и некоторые избранные книги Ветхого Завета, а какие-то вопросы возникают, мы тут, как, тут дружно, за чаем, за чай, за чай, пить, абсурдали. Действительно, как бы, в итоге, это, вообще, так, это, я бы сказал, постепенно, и до всех, вся эта вот, вся эта стена, мертва лица, она потихоньку такая, да, и расходилась, да. А получили высшее техническое образование, какая специальность была? А это радиотехнический факультет Райского полиотехнического института, специальность автоматика и телемеханика. Работали потом по специальности? Ну, как работала? Я был инженером 11 лет, но я, как бы, уже упоминал выше, что работа наша была на фоне начавшейся перестройки, а поступила я на, ну, одно ведущее оборонное предприятие города Екатеринбурга, то есть, это закрытый институт, да, с известным режимом, да, ну, а, как раз поступил в 1989 году, то есть, когда все это началось, и, собственно, за все это время, в эти 10 лет у нас прошло только 3 заказа, в общем, 2 заказа остались на бумаге, а один дошел до опытного образца, а все остальное время, как бы, заказов, собственно говоря, и не было. Разумеется, кто там был порезвее, то есть, посообразительнее, разумеется, они работу покидали, и уж уходили работать в другие места. Я, как-то, не таким был, так и немножко не таким, нацелен, да, на такие вещи, как-то я терпел вот эту вот работу, да, там, конечно, было и безденежие, и задержки зарплаты были многомесячные, ну, как-то тоже находили возможность, искали какие-то левые заказы, даже там до спецного доходило, а как-то пару лет мы зарабатывали деньги тем, что, ну, у нас был, в коллективе, был очень такой продвинутый садовод, он предложил нам организовать продажу саженцев. И вот мы, значит, в этом нашем огромном помещении, значит, все наши там приборы разднули по стенам, а поставили в середине эти столы, и там выращивали саженцы реально, да, потом, значит, их продавали тут же, выйдя из нашего предприятия на улицу, да, и так неплохо заработали пару лет. Вот такие вещи находили. Ну, а как вот такой специалист технарий оказался в семинарии? Что сподвигло? Ну, в семинарии тоже тут, я бы сейчас сказал, тоже интересно, да. Ну, крестился я сейчас в 1998 году, через год я познакомился с отцом Александром Никулиным, мы специально съездили с одним нашим знакомым, он тогда служил в Воровское, в Курганской области, то есть соседней, средней епархии, ну, просто был прослышан про его, так сказать, достоинства духовника, там, про его молитвенный настрой. Ну, кстати, его два сына закончили нашу семинарию, вот, да, он вас слышал, да, вот. И, как бы, ну, он так, как-то, приметив некое такое, с моей стороны, видимо, желание как-то вот двигаться, ну, по духовной части, да, так скажем, он так как-то от меня, как-то очень так вот серьезно взялся, так ожидая, видимо, от меня, что это как-то вот тут же все брошу, и я, может, у меня там останусь у него там как-то, или, может быть, пойду там служить священник, где-то вот под его началом, да, хотя для меня это все было, как-то более чем странно, да. Я все-таки был в каком-то трепете, недоумении, как я, кто я такой, даже когда он мне в первый раз сказал, что так вот, причем для него это было очень важно, так и так, все, ты должен стать священником. Я просто готов был все бросить, и берать оттуда просто сломя голову, потому что такой у меня священник, что я знаю свою жизнь до этого, знаю свое строение, мне казалось совершенно немыслимо. Тем не менее, все-таки он как-то так это сказал мне, так, давай ты поедешь, значит, тогда он был в духовном общении с отцом Иеронимом, с архимандритом Иеронимом, тогда возглавлял АллатРский монастырь. Вот, значит, я приехал к нему как-то раз, но он меня сразу успокоил, говорит, ты, как бы, сказал, что нет, ты особо там это не бери в голову, тебе пока думать рано, мне сразу все отпало, сердце все это напряжает, вот, но, с другой стороны, мне как бы так и понравился его монастырь, и даже не безмыслим, может быть, там и остаться, я приехал еще раз, но как-то вот не почувствовал, что там как-то не было до конца какой-то уверенности, что я как бы там вот, что такое оставалось, я подошел от своего Иеронима сказал, говорю, так и так все-таки не чувствую такого, прям, такого вот горячего желания, как бы здесь вот подвязаться. Он говорит, хорошо, говорит, тогда знаешь, что ты, говорит, съезди еще в Троицкую лавру, а больше никуда не езди. Вот, ну, это как-то так, совершенно для меня, это как-то, услышал, услышал, я дошел, я никакого предложения не делал, что Троицкая лавра, для меня это было как-то далеко, я даже не знал, что это такое, строго говоря, только единственное, видел в том же отце Иеронима в коридоре, в монашеском корпусе, вот это вот шествие, ну, вот, лаврских... Братьев, да, да. Чина Панаги. Нет, видимо, с этими, с кем-то, видимо, троиц, скорее всего, с букетом, да, из-за цветов, вот, ну, как бы, и, как бы, это и забылось, да, вот, но тем не менее, что-то у меня тоже, как-то, вот эта моя, какая-то тягота, как-то нарастала, как-то, все-таки, все-таки, чувство, ожидал, какого-то, все-таки, выхода из какого-то, ну, какой-то, какой-то неприкаянности, потому что, как бы, и женат не был, да, как-то, и, вот, и, вроде, и там решиться не захотел, вот, как бы, к отцу Александру решиться не могу, что же мне просто делать, и приехал, как раз к отцу Александру в очередной раз на действие Николая летнего, а там, как раз, тоже Никольский храм, и, значит, так вот, в конце, как бы, так, как-то, ну, жаться у Александра, говорю, а может, мне все-таки, постарайтесь в семинарии, скажем, в Тобольскую, наверное, там, рядом, да, а что-нибудь в Тобольскую, поезжай в московскую семинарию, и, как он только это сказал, у меня, так, раз, все, как-то, просто все вот так пояснилось, на свои места, как это, я понял, да, все, это вот, и, просто, трудно описать, как-то, как-то, ехал с каким-то, просто таким, лягующим чувством, что все, моя жизнь ясна, там, солнце светило, и так же у меня светит все вот, ну, все, все мне понятно, все, я туда, и, это так, меня вот, дошвыляло, но, только что еще было интересное, что, когда уже, я вроде бы, решил поступать в семинарию, там, неожиданно, у нас на работе появилась работа, наше предприятие получило заказ, у нас все, пошло, и, мне, значит, как бы, дали тоже, апрелью на работу дали, мне вот что-то интересно, я, как бы, до этого, как бы, таким, себя инженером не чувствовал, а тут, как бы, прям, чувствовал, как бы, здорово, как здорово заниматься своей профессией, это вообще, как бы, и, как-то, мне такие стали мысли посещать, думаю, что ж такое, ну, вроде бы, мне уже, там, за 30, там, 32 года уже было, да, за 30, думаю, что ж такое, работа, в принципе, прекрасно, сейчас все у нас ладится, может, какие-то, думаете, какие-то фантазии, там, может, как бы, это и не нужно, и, как-то, из такой мысли я пошел себя в родной городе, на воскресный день, на службу, а там, значит, у нас настоятельным является отец Виктор Махонин, я с ним тоже никогда не был в общении, в принципе, я в Пермальске вообще редко был на службе, обычно ходил в храм в Екатеринбурге, поскольку я там работаю, только когда пришел домой, я, ну, иногда заходил в храм на воскресный день, тут также я зашел на всеночное бдение, подхожу под помазание к отцу Виктору, меня так помазывает, смотрит на меня, останьте, пожалуйста, после службы, я говорю, хорошо, останусь, встаю, дожидаюсь его, он ко мне подходит, говорит, слушайте, а вот, я не хочу быть священником, меня спрашивает, я говорю, ну, как бы, я даже сейчас вроде бы собираюсь поставить семинарию, а, ну, да, что была проблема, что нужно было приезжать лично, подавать документы, вот, надо было с этого рассказа начать, да, demostрюсь, подавать документы, а я, мне, как раз, именно начавшаяся работа, мне этого не очень позволяла, вот, и, как бы, и на фоне этого, меня как раз появились эти мысли, такое, ну, может, это семинарие, вот, вот, ну, ну, вот, я собираюсь поставить семинарию, но, вся проблема, я не могу тогда документы отправить, ну, это не проблема, у меня еще дочка Маша в гостях, она завтра едет в семинарию, она уже документы отправит, вот, после этого, у меня просто все, и все сами просто начнется уже отпали. Все сложилось. Ну, собственно, только так вот мне все попало. Вы сказали, что впечатление особое произвело пение, когда первый раз оказались в храме. Ну, в общем, как-то да, да. А уже здесь, учащаясь в семинарии, пришлось петь в хоре отца Архимандрита Матфея Мармуля. Ну да, это тоже... А до этого пели когда-то вообще сами? Нет, я же закончил детскую музыкальную школу, закончил. И вообще так даже вспоминая какое-то свое раннее детство, я уже скажу, что у меня был определенный, может, даже музыкальный тонал, потому что я помню, что как бы у меня так совершенно непроизвольно приходили какие-то совершенно удивительные музыкальные такие фантазии в голову, да, как все это. Может быть, даже если я развивал, может, как-то все это и получил какое-то продолжение, да. Ну, в принципе, какая-то музыкальная была, да. И меня когда я поступал в детскую музыкальную школу, тоже взяли меня как-то просто на ура, как некого такого достаточно одаренного мальчика, да. Ну, правда, так как-то не знаю, с чем связать, как-то Там все-таки не очень пошло. Я закончил там все-таки все на тройку. Ну, мама объясняла, что это связано с не очень удачным выбором преподавателя, который как бы не мог воодушевить меня. Ну, действительно, как бы все-таки меня иногда школа музыкальная тяготила тем, что я все-таки, кроме школы, должен ходить еще туда. Как бы меня не так это огорчало, что я не могу там со своими друзьями бегать с мечом. Свободы нет. А преподавателя, вместо того, чтобы как-то это все-таки зладить, она говорила, видимо, может, тяготила с своей работой или что, не знаю, с чем это связано. Она говорила, ну, вот что ты ко мне пришел, иди там в футбол гоняк, и, знаете, со мной поддерживал. Как бы так это особое удушевление музыка я тогда не вызывал. Но, тем не менее, года два спустя после музыкальной школы я все-таки как бы самостоятельно сам уже по своему побуждению сел за рояль, там стало какие-то, знаете, какие-то достаточно виртуозные вещи там разучивал, да. Потом уже позднее в институте, как бы даже, тоже было такое давнее желание, научился довольно хорошо играть на гитаре, даже исполнял довольно виртуозные вещи, да. Даже какое-то было время, сочнял какие-то свои там песни на телекомпании, такие своеобразные тоже. Ну, то есть какая-то музыкальная, какая-то была такая, да, до этого. Ну, разумеется, вот встреча с Матфеем, она тоже, как бы, к месту, да. Хотя тоже о нем я совершенно ничего не знал. Помню, такой был у нас тоже, Юноша Володя Кореневич, как бы, да, мы стояли уже, поступая в семинарию здесь, по-моему, или уже поступив, наверное, уже поступив, да. Да, уже поступив, мы первый или второй день так стояли, там подошел Юрий Сергеевич, как его имя, не помнишь? Шаповалов. Шаповалов, Юрий Шаповалов подошел, и так это, так и так, там не хотите ли, там батюшка хочет послушаться, что там в хор взять, кто-то, кто желает, приходите, что за батюшка, знать не знаю. Идем с тем же Кореневичем, идем туда, заходим, там все такой колоритный батя, там всякую... Да, с бородой. С бородой, какая-то там такая... Кавказская шапочка, да. Да, там все серые, он мне сразу просто, меня все влюбил. А кто-то меня говорит, это Шаповалов Матфей. Вот какой-то Матфей, знать не знаю, да. Пообщались, да, как-то, и он там... И мне, как-то, действительно, захотелось к ним попасть. Да, вот как-то просто именно с такого общения, да. И потом были, разумеется, формальные, типа... Прослушивания. Прослушивания, где уже вообще, он давно уже решил, кого себе забрать, не было бы такая возможность, да. И как-то он меня все-таки выбрал, да. Хотя, конечно, потом тоже было такое нелегкое общение. Доставалось от него? Ну, и доставалось, да, конечно, и как бы, безусловно, труд и много времени, да. Вот, но в целом, конечно, и такой роптал, конечно, безусловно, на него часто, да. Ну, и тоже такой момент возникал, когда уже стал изучать греческий язык, но просто, как бы... Мешало учебе. Интересоваться, да. У меня постоянно было такое раздвоение, что вот как же так, потому что в Хоростовом Асфере, в то время была очень серьезная нагрузка. Это, не помню, одна или две спевки в день, сейчас не помню, да. Две спевки в неделю, и служб много. Службы там, причем бывало так, и... Ну, это, по-моему, две или другие уже не пели, но, по крайней мере, там... Ну, и надо пояснить, что спевка – это три часа. Это три часа. Практически непрерывного труда с маленьким перерывом. На износ, да, на износ. Он еще тогда в силах был. Да, ну, это как раз правильно как-то упомянул, что где-то с 2003 года у него прошел только перелом. Да, 2003-2004 год он стал заниматься. Да, то есть три года, по крайней мере, заставил его именно, как говоришь, в силах. Да, он еще так по-мужски с нами занимался. Приходилось совмещать. Он так, конечно, не ожидался, что он у меня заставил петь первым тенером, потому что я был уверен, что я всегда был баритоном. Тем не менее, он сразу так поставил первым тенером, первая служба, это было что-то ужасное, да, потому что я уже на вторую минуту пение понял, что у меня уже ничего не идет, там, по-говороте пережало. Я там ужасно, батюшка что-то не делал, ты поешь неправильно. И, значит, ничего не объяснил, у меня просто была тоска, да. Пришлось идти на повышение. Да, но потом, значит, все-таки как-то, где-то спевка там вторая или третья, то как-то там, не знаю, так, как-то связал там чуть-чуть, не узлом меня, где-то там подпер боком, придавил, где-то там, где-то еще, да, из меня пошел реально первый тенор, да, для меня, конечно, было такое счастье, почувствовал вот этот голос, который, который вот петь, на чем его петь, ну что, понял, где опора, понял, все так и пой. Конечно, был этим, педагогом, таким, настоящим, да. Да, с большой буквы. Ну, и как-то тоже, ну, психолог, конечно, психолог, конечно, просто очень хороший, да, как-то знал, где, кому, как, кому-то, ну, можно грубо, кого-то где-то отойти, так, дать перекипеть. То есть, никогда, конечно, ну, как правило, не переживал, не перелил границу, да, потому что, когда даже был какой-то период, было какое-то время, когда я так, как-то очень на него злился, помню, как-то, да, и просто так стоял на спевке, думаю, сейчас нам еще что-нибудь скажут, я просто возьму там, чуть-чуть не ударю его, да. Он вот так подошел, увидел, я дошел в стороночку, видимо, чувствуется, когда человек доходит до этого, да, до грани, так, уже не стал давить дальше, да. Тонкий психолог. У вас кличка была? Ну, она так немножко менялась, да. Юлаевский. Что-то еще. А, ну, из-за того, что как-то я, видимо, пел, как-то так, немножко так смешно, так сказать, гримасу, он одно время звал меня «Зайца-морковкина», видимо, как-то ему напоминало мою гримасу, что так «Заяц-морковку кушает», да. А когда приехали как-то родственники ко мне, тоже так взяли подословение, он так вот, там, я говорю, вот его, говорит, перед употреблением надо взбалтывать. Запомнил. То есть, немножко привлечь чувства, да. Помните, он молодежь таких вот, юных студентов называл обычно «желторотиками», а вам уже было 35 лет. А я как раз не помню, не помню. Ну вот, каково-то было петь среди вот этих «желторотиков», вы же намного старше были, чем… Ну, как-то, в принципе, да, это вообще, ну, это вообще, даже просто о семинаре. И учиться, да. Это можно сказать, что когда я как всегда поступаю, разумеется, чувствую себя немножко таким вот, как бы… Мамонт уже такой, да, древний. У нас таки двое было. Я и нынешний Владыка Петерим. Мы же поступали вместе, да, и тот, другой Костя, да. И, кстати, отец Матфей нам дал на пару кличку «Кости смиренные», да. Тоже Владыка Петерима успел около месяца у него попеть. Хотя потом просто отпросился, он его отпустил. С миром. Да, с миром, да. Ну, как-то… И общежитие ведь было тогда достаточно жестким. Ну, как-то это такой переход жизни. Ну, я думаю, что это как вот та благодать, которая у меня обрушилась, это как-то позволило все это не замечать. Потому что я сейчас думаю, да, у меня все-таки была до семинария какая-то вся комната. Уже сложившийся человек. Да. Как бы я там сам собой жил, я привык к этому одиночеству, да, ну, как бы, например, что-то… Оказался в таком вот просто муравейнике, разумеется, как бы… Ну, как-то вот я сейчас даже вспоминаю, на уделение, как все это, все это с легкостью переносил. Ну, я думаю, что благодать так действовал, да. Я знаю, что вы поете на древних языках. Ну, как-то так получилось, да. Да, вот нашло, получалось такое счастливое сочетание и школа Аса Матфея, да, эти студии, да, в итоге, да. И других языков. Ну, нужно же есть практика в нашем храме, ну, не практика, в принципе, повсеместная такая традиция, петь, исполнять языки на разных языках с пасхальной Евангелия, да, вот, на Пасху, да. Ну, и как-то в один год я решил, то есть, несколько лет к ряду я прочитал на древнееверейском языке первые пять стихов Евангелий, немножко саму уже немножко наскучило, да, хотелось, как немножко-то разнообразить, и, значит, ну, и взял в качестве образца для распева ну, один диск, который мне подарили до этого, диск называется, там, Тора, Мир Тор, по-частью, Мир Торы. И там, значит, в числе прочего, есть, имеется вся Тора, то есть все пяти книжные, распеты очень красивым кантором. Ну, обычно, как я потом уже узнал, кантор и юрейские, они примерно как наши честницы академические, то есть поют вроде на распевну, но абы как, да, а вот это именно очень красивое, такое прямо сочное, выразительное пение, да, ну, меня как бы решил, да, я попробую воспользоваться этим, как-то попытаться распеть и, значит, Евангелие, да. Ну, и первое впечатление было, я бы сказал, противоречивое, потому что отец Денис меня просто уколил за то, что я посмел синагальные распевы носить в храм, но тем не менее как-то на других как-то произвело очень такую яркую впечатление. А можете, пожалуйста, продемонстрировать кусочек? В этом году-то я не пел, да. Ну, вот, скажем, примерно так звучит начало пяти книжек с планетного кантора. Ну, это начало книги «Бытия», да? В начале «Стылбух». В начале «Стылбух». В начале «Стылбуха» и «Бытия». Ну, как бы, примерно воспользоваться этим же напевами, как бы, я попытался распеть и Евангелие. Ну, сначала, как бы, несколько лет я распевал тот текст перевода Делича, который обычно прилагается у нас во всяких там, на сайте, вот, патриархивных изданиях, да? Ну, его распевал. А как-то, ну, позапрошлом году мы уже стали общаться снова активно с Леонидом Грильхисом, с его проектом, да? А его проект очень интересный. Это его собственный опыт, как бы, реконструкции, ну, даже не столько перевода, реконструкции, ну, или перевода Нового Завета, греческого языка на еврейский язык. Ну, в чем там особенное? Что еврейский язык, он берет не библейский строгий, вот тот, на который написаны в книге Ветхого Завета, а еврейский, который более близок по времени к Спасителю, то есть межславийский иврит, в значительной степени, который можно более сопоставить именно с еврейским языком того времени. И, ну, отличается, конечно, ну, собственно, читая тот иврит, ты понимаешь и это, да, но там есть какие-то особенности. И вот два года назад, как раз, вместо Делища я так же распевно спел этот текст отца Леонида, да. В этом году исполнял все-таки уже на сирийском языке. А можно на сирийском? Да, сирийском. Ну, в сирийском там, как было проще, потому что там просто нашел в одном учебном курсе распетые Евангелие как раз в исполнении носителя, да. Спасибо. Потому что, не знаю, в точности или нет, я старался подражать тому, что я слышал, да. А что-то для себя читаете из древних отцов в оригинале? Ну, нет, ну, дело в том, что тут вообще какая-то, может, такая переводческая уже болезнь, да, читать отцов древних, ну, на греческом и латинском, ну, переводе мне как-то уже, как бы, не то, что не хочется, просто когда читаешь перевод, сразу так, а так, а что там на самом-то деле, да, вот такая мысль, да, поэтому, разумеется, отцов я читаю в оригинале, да, в греческих и латинских, по крайней мере, да, ну, не сказать, что я так много читаю, я читаю сейчас одного автора, Кирилла Александрийского, да, но читал и другие, да, читал отцов добротолюбия, читал в оригинале, разумеется, читал авдорофея, лестницу не дочитал, я всегда скажу, да, вот, ну, так, выборочно читал семённого богослова, ну, разумеется, для себя, да, разумеется, греческий язык, он, когда и младеешь, ну, это, собственно, ради чего и учить язык, да, ради того, что ты мог действительно учить. Ну, даже так скажу, что когда, как, когда это, тоже был такой момент, как-то накануне Рождества, ну, я как-то очень любил накануне Рождества, там уже есть память Данила Пророка, да, прочитать, ну, если не всю книгу Данила Пророка, это хотя бы её часть, по-славянски, мне очень нравится вся эта история, такая, очень такая, такая полулегендарная, да, просто очень интересно это читать, всегда эту книгу любил, как-то тоже так привычно открыл славянскую библию, да, когда мы почитаем, ну, а что славянскую, да, я открою греческую, и всегда открыл, к своему удивлению я прочитал, там, первые четыре главы, мне совершенно не требовалось словарь, вот тогда я говорю, что я языком владел уже, да, достаточно хорошо, да, ну, с тех пор как-то, не знаю, читать в переводе как-то даже и как бы не тянет. Отче, хотел бы предложить в завершении краткий блиц-опрос. Какую христианскую книгу вы прочитали первой, после того, как уверовали? Ну, наверное, книги Серафима Роуза, «Удуша после смерти». Кто для вас идеал церковного учёного? Ну, из современных учёных, я бы сказал, всё-таки, конечно, меня очень впечатляет Ганс Ван Лоун, современный исследователь, специалист, крупнейший по Кириллу Александрийскому, написавший прекрасную монографию с таким, в настоящее время, даже можно считать, провокационным названием дефицитской монографии Кирилла Александрийского, да, почему она провокационная, потому что все давно уже на Западе как привыкли, что Кирилл — это первый монофизит. Тем не менее, в своей работе он так очень видительно показывает на материале сочинения самого святителя Кирилла, что на самом деле он был, в общем-то, дефицитом в своей исконной, в такой богословской мысли. И, ну, в принципе, работа такая тоже поворотная, знаковая, да, без неё сейчас, в принципе, нельзя заниматься этой темой. Мы с ним, к счастью, тоже вступили в личное общение, даже в переписку. В каком возрасте нужно начинать учить язык? Ну, чем раньше, чем лучше, что я начал в 34, ну, выучил, да. Ну, с другой стороны, вспоминаю тоже слова покойного уже отца Денисия, Валерия Львовича. Он как бы, ну, как бы, как-то мы с ним шли уже, так где-то в последние годы его жизни, и он мне так жаловался, что-то у меня стало ослабить память. Пора язык учить, новый, да. То есть, на самом деле, язык — это ещё и средство просто поддержания своего мыслительного аппарата в каком-то более-менее рабочем состоянии. Какой бы хотелось увидеть Московскую Духовную Академию через 50 лет? Очень хорошо, если через 50 лет в нашей Академии именно храмы и богослужения, и духовные люди будут оставаться на первом месте, а уже на втором наши там учёные и прочие труды. Может быть так. А так, конечно, ну, что касается, собственно, нашей постановки научной работы, ну, вот, может быть, и всё-таки есть такая возможность, когда вот в нашей сети устоятся перестройки, когда вот наши отделения новые, специализированные, войдут в силу, да, то, может, у нас появятся такие настоящие научные школы и настоящие вот такие общие дела, которые мы будем выражать, достигать каких-то результатов уже серьёзных, да. В принципе, даже по опыту выпускников последних лет, то, что можно сказать, что это вполне основательная надежда, потому что вот, по крайней мере, последние несколько выпусков, ну, конечно, год на год не приходится, но несколько выпусков того же отделения христианской литературы, они, ну, очень сильные. Там всегда выходят люди, овладевшие своей специальностью, да, вот, вроде магистратуры, которые прекрасно знают язык, могут работать с источниками уже, у них есть же методика определённо научная, они могут где-то быть востребованными. Осталось бы только это всё поддерживать. То есть, ну, перспективы, кажется, у нас есть. Ну, 50 лет такой такой срок, 50 лет, так сказать, некое такое ожидание чего-то хорошего до будущего. Очень благодарю за беседу. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ